Водолин 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 Всем привет! Редвизит снова с вами и как вы уже догадались сегодня мы узнаем тайну загадочного кукола. Водолин Здравствуйте, Василий! Расскажите, что же находится внутри этого купола? Ну, как главный уфолог города Выборга, могу сказать, что да, прилетели с планетарной системы TRAPPIST-1, устанавливаем контакты. Если серьезно, там много чего интересного находится в этом куполе, здесь и история, здесь и новые технологии. Вкратце могу сказать так, что купол представляет собой большой сферический кинотеатр. Да, вот весь купол – это весь один большой экран. И внутри в данный момент идет проекция фильма «Вид сверху», снята с башни Святого Волопа, даже не с башни, а над башней. Если мы учтем, что смотровая площадка 37 метров на высоте находится, то камера наша стояла на высоте 60 метров. Вот, съемка влазь в режиме таймлапс, то есть вы можете увидеть всю панораму, сферическую панораму города Выборга. И днем, и ночью, восход, рассвет, дождь, снег пока нет еще, потому что летом снимали. Плюс идет исторический фильм сопровождения со старыми интересными фотографиями, пролеты над городом на квадрокоптере. Ну, интересно, это новое, что-то новое, это уникальные проекты, в России больше нигде ничего подобного нет, не существует. Точнее, существует проект, аналогичный, только с обычным параболическим экраном в парке Зарядье в Москве. На билет там стоит 800 рублей и стоимость конструкции 750 миллионов. У нас же экран сферический, и ощущения присутствия в разы больше. Мы также хотели поделиться планами о создании мультимедийного комплекса в полную сферу для проведения выставочных, презентационных мероприятий, научных конференций, работать в режиме планетария он будет, даже в режиме аттракциона с полетом через всю вселенную, не говоря уже о полете над Россией. Наши коллеги из Front Pictures открыли подобный в Южной Корее, в Национальном музее. Потрясающий проект получился, стоимость его 2,5 миллиона долларов. Наш, конечно, будет гораздо дешевле и с большим разнообразием возможностей. Был еще осуществлен в рамках торжества современных технологий рекламный проект Дубаи в 15-метровой сфере австралийской компании. В России же аналогов нет, да и мы предполагаем мультимедийное комплексное решение, что позволит использовать комплекс 360 Cinema, как в старинном замке, где мы располагаемся сейчас в формате туристического объекта с возможностью сделать на машине времени прыжок в прошлое, а также пролететь над городом, насладиться панорамой со смотровой площадки в режиме таймлапс, увидеть восход, закат, движение луны и облаков над любым городом, так и в режиме выставочного центра, передвижной экспозиции, оживить картины любимых художников, посмотреть какую-то историческую экспозицию, провести научную конференцию, встретиться с главой Китайской народной республики или с Владимиром Владимировичем Путином. В таком режиме этого же нигде не было никогда, это впервые. Насколько рассчитан этот проект? Ну, задумался этот проект как на время как раз реставрации башни Святого Олова, потому что люди не могут подняться на смотровую площадку, а всем хочется посмотреть выбор во всей красе с высоты птичьего полета. Мы предложили такую альтернативу с помощью современных технологий, как раз вот замена подъема на башню. Так же он получился как социальный проект, потому что многие люди не могут физически подняться на башню, инвалиды или просто пожилые люди, или кто-то боится высоты. В данном исполнении любой человек на коляске или на чем угодно может сюда приехать и посмотреть выбор сейчас с высоты птичьего полета. Как долго мы будем стоять? Ну, точно будем до момента открытия башни. А там посмотрим. И у нас в планах есть создание исторического фильма про взятие выборга в момент Северной войны, которым первым генералом Апраксиным, именно в сформате сферического кино. Тоже уникальный проект. Теперь мы знаем, что внутри купола находится современный сферический кинотеатр. Нам понравилось и вам советуем. Анна Кирсанова, Владислав Кадана, реквизит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова